8. Use of English 8b Артикли EN, some, any Read the theory, say the examples in your language. Прочитай теорию, назови примеры на твоем языке. Первое. We use EN with countable singular nouns, nouns we can count. To refer to someone for the first time. Мы используем неопределенные артикли EN с исчисляемыми существительными в единственном числе, которые мы можем посчитать для обозначения чего-либо впервые. Второе. We use some in the affirmative, with countable nouns, in the plural, and with uncountable nouns, nouns we cannot count. Мы используем some в утвердительных предложениях с исчисляемыми существительными во множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными, которые мы не можем посчитать. Третье. Мы используем any в отрицательных и вопросительных предложениях, с исчисляемыми существительными во множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными. Закрепим эту тему с помощью схем. Артикль EN употребляется с существительными в единственном числе, сингола countable nouns, которые мы можем посчитать. Сам any переводится немного. Употребляется с существительными во множественном числе, plural, countable nouns. Причем они должны быть именно исчисляемыми. А также сам any употребляется со всеми неисчисляемыми существителями, uncountable nouns. Some используется в утвердительных предложениях, которые заканчиваются точкой. any используются в отрицательных предложениях и вопросах. В данной таблице видно, что если перед нами существительное исчисляемое, и оно в единственном числе, то в любых предложениях мы должны использовать e или n. Если же существительное исчисляемое, но оно во множественном числе, или неисчисляемое, то здесь нужно смотреть, какое перед нами предложение. Если это простое повествовательное предложение, то пишем some. Если предложение отрицательное или это вопрос, выбираем any. Но есть одно исключение. Мы используем some в вопросах, когда что-то предлагаем или просим. Именно в этом месте, в этот момент. Например, Ты хочешь немного хлеба? Это предложение. Можно мне немного воды? Это просьба. Поэтому здесь хоть предложение и вопросительное мы используем some. Задание номер 2. Fill in E or N. Нужно ставить неопределенный артикль. E или N. Have you got tennis racket? У тебя есть теннисная ракетка? Начинается на согласную букву T, поэтому выбираем E. We play rugby with oval ball. Мы играем rugby с помощью овального мяча. Oval ball начинается на гласную букву O, поэтому выбираем N. Jack got medal for swimming. Jack получил медаль за плавание. Медаль начинается с согласной буквы M, поэтому выбираем артикль E. Лиза is athlete. Лиза – атлет. Начинается на гласную букву A. Выбираем артикль N. You need bet to play cricket. Тебе нужна бита, чтобы играть в крикет. Bet начинается с согласной буквы. Выбираем E. Задание номер 3. Fill in some or any. Нужно вставить some или any. This is a school sports cupboard. Это шкаф для школьного спорта. There are tennis rackets. Там есть ракетки для тенниса. Утвердительное предложение. Выбираем some. But there aren't cricket bats. Но там нет бит для крикета. Отрицательное предложение. Значит, выбираем any. Третье. There isn't equipment for ice hockey. Там нет оборудования для хоккея. Отрицательное предложение. Выбираем any. But there are balls for basketball. Но там есть мячи для баскетбола. Отрицательное предложение. Отрицательное предложение. Это утвердительное предложение. Значит, нужно выбрать some. Пятое. There are footballs. Там есть мячи для футбола. Положительное, утвердительное предложение. Выбираем some. Шестое. But there aren't rugby balls. Есть отрицание. Значит, выбираем any. How much, how many, a lot of. How much и how many переводится сколько. A lot of – много. Задание. Read the examples and complete the rules. Прочитай примеры и заполни правила. Use how much, how many, a lot of. Используй эти слова. Say the examples in your language. Назови примеры на твоем языке. Начнем. How much time have we got before the competition? Сколько времени у нас есть перед соревнованием? There isn't much time. А у нас немного времени. Time – это неисчисляемое существительное. Поэтому перед ним используется матч. How many tickets are there for the match? Сколько билетов там для матча? There aren't many tickets. Там немного билетов. Tickets – это исчисляемое существительное. Во множественном числе. Поэтому перед ним ставится many. How much water do athletes drink? Сколько воды атлеты пьют? They drink a lot of water. Они пьют много воды. Вода – это неисчисляемое существительное. Поэтому перед ним ставим much. A lot of ставят и перед исчисляемыми, и перед неисчисляемыми. Перед любыми существительными. How many students are there at the sports school? Сколько студентов в спортивной школе? There are a lot of students. Students – это существительное во множественном числе исчисляемое. Перед ним можно ставить как many, так и илотов. Итак, заполним правило. Мы используем сколько с исчисляемыми существительными. Именно how many. We use with uncountable nouns. С неисчисляемыми существительными мы используем how much или much. We use with countable and uncountable nouns. Как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми мы можем использовать a lot of. Дальше номер пять. Complete the sentences with how much or how many. Или, может быть, просто much и many. Рассмотрим пример. How much money do the tickets cost? Сколько стоят билеты? Not much. Немного. Money – это неисчисляемое существительное, поэтому здесь выбрано much. Второе. Rackets are in the bag. Сколько ракеток в сумке? Ракетс во множественном числе – это исчисляемое существительное. Выбираем many. Сколько будет how many? И в ответе not many. Немного. Как в вопросе звучит, так должно быть и в ответе. Третье. Extra players do we need? Сколько дополнительных игроков нам нужно? Extra players во множественном числе – исчисляемое существительное. Тоже выбираем many. Тоже выбираем many. How many? В ответе также not many. Четвертое. Cricket butts are there. Сколько бит для крикета там? Buds – это исчисляемое существительное. Во множественном числе выбираем many. How many? В ответе тоже many. Пятое. Milk do you drink every day? Сколько молока ты пьешь каждый день? Milk нельзя посчитать. Это неисчисляемое существительное. Поэтому выбираем much. Сколько – how much. И в ответе тоже much. The ing form. Или иногда называют инговая форма. We use the ing form as a noun. Мы используем инговую форму как существительное. Например, cycling is my favorite sport. Катание на велосипеде или езда на велосипеде – мой любимый спорт. Глагол с нгом окончанием называют gerundi – gerund. Задание номер семь. Choose the correct item. Выбери правильный вариант. Номер один. Swim или swimming is a great way to get fit. Плавать или плавание – это великолепный путь, чтобы быть в тонусе. Здесь подходит плавание – swimming. Lucy can dance или dancing very well. Lucy может танцевать или танцы очень хорошо. После can – much или уметь должен стоять глагол. Значит, выбираем dance. Третье. Dive или diving in the sea is really exciting. Нырять под водой или ныряние в море – это действительно восхитительно. Здесь нужно существительное ныряние – diving. Четвертое. Клайм или climbing can be dangerous. Восходить на гору или восхождение может быть опасным. Восхождение – больше подход по смыслу – climbing. Именно процесс восхождения. Пятое. Evan can't sail или sailing, but he is very good at skiing. Evan не может плавать на парусах, но он очень хорош в лыжном спорте. После can или can't в данном случае должен стоять глагол. Выбираем sail. Шестое. Can you play или playing volleyball? Ты можешь играть. Или тут процесс игры в волейбол. Здесь также стоит can. После него выбираем глагол без окончаний. Просто play. The или zero article. Zero article переводится в нулевой артикль. We use them with countable and uncountable nouns. When we mention the noun for a second time, or the noun is already known. Мы используем определенный артикль them с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Когда мы упоминаем существительное второй раз. Или существительное уже известно. Например, I have a dog. The dog's name is Spike. He likes running in the park. У меня есть собака. Имя собаки Spike. В первом предложении нам просто говорят, что есть какая-то собака. Используется неопределенный артикль. Во втором предложении собака уже упоминается второй раз. Поэтому используется определенный артикль. Мы не используем артикль. То есть, мы используем нулевой артикль. Существительными во множественном числе, а также неисчисляемыми существительными. Например, Во множественном числе никаких артиклей нет. Они пьют молоко. Молоко – это неисчисляемое существительное. Поэтому тоже никакие артикли не ставятся. Мы используем определенный артикль the names of families – имена семей. Например, The smiths – смиты. Nouns that are unique. Существительные, которые уникальны. Например, The Eiffel Tower – эфелева башня. Rivers – реки. The Seine – река сена. Nationalities – национальности. The Spanish – испанцы. We refer to all the people in Spain. Это относится ко всем людям в Испании. Musical instruments – музыкальные инструменты. Например, The guitar – гитара. We don't use the with. Мы не используем the. Если это First names – имена. Например, Улан. Towns and cities – города. Например, Астана, Алматы, Казаларда и другие. Countries – Russia. But the UK – the USA. Если просто страна, например, Казахстан, то никакие артикли не нужны. А если указано ее административное деление, например, The Republic of Kazakhstan, Республика Казахстан, тогда The нужно. То же самое и с Россией. Если просто пишем Россия – Russia. Если указываем Российская Федерация, то The нужно. The Russian Federation. Continents – континенты, например, Asia – Азия. Meals – dinner. Еда – обед. Еще раз закрепим. Определенный артикль The используется с горными цепями The Urals, с порядковыми числительными The Fourth Day – четвертый день, с превосходной степенью прилагательных, например, The Deepest Lake – самое глубокое озеро, с фамилиями семей The Simpsons, с государствами, с объединенными или федерациями, например, The UK – The USA, с национальностями The English, The Russians, The Kazakh. Задание номер 9. Fill in. En. The O0 article. Вставить нужно неопределенный артикль En, определенный артикль The или нулевой артикль. Первое предложение. My dad works in office, but he plays rugby at the weekend. Мой папа работает в офисе, но он играет в регби по выходным. Работает в каком-то неопределенном офисе. Артикль En. Регби – это неисчисляемое существительное uncountable noun, поэтому никакой артикль не ставим. Предложение номер 2. Фиси Кайрат is one of the most famous football teams in Алматы, Казахстан. Футбольный клуб Кайрат – это одна из самых известных футбольных команд в Алматы, Казахстан. Футбольный клуб – это название, поэтому никакой артикль не ставим. Алматы – это название города. Перед городами артикль не ставится. Казахстан – country, страна – тоже артикль не нужен. Но если было бы репаблика в Казахстан, то артикль Z бы поставили, потому что там указывается административное отделение. Третье. He wants to swim across Ural River. Он хочет проплыть через речку Урал. Перед реками артикль Z. It flows through Russia and Kazakhstan. Она течет через Россию и Казахстан. Перед названиями стран артикль не ставится. Четвертое. I am going to football match in UK. Я собираюсь на футбольный матч в Соединенном Королевстве. Но какой-то неопределенный матч, поэтому артикль E. Перед UK ставится артикль Z. My country is playing against English football team. Моя страна играет против английской футбольной команды. Какой-то неопределенной команды артикль N. can ability can переводится могу или может что-то делать умение или способность. Affirmative в подтвердительных предложениях после всех местоимений ставится can и потом уже основной глагол. Между can и глаголом никакие to не ставятся. Просто идут два слова подряд. В отрицательных предложениях негатив добавляется not и пишется слитно. Получается can not или краткая форма can't. Интерогатив вопросительное предложение can встает на первое место. Short answers короткие ответы. Если короткий ответ положительный то говорим yes they can да они могут и так с любыми другими местоимениями. Если ответ отрицательный то говорим no he can't нет он не может. Задание номер 11 ask and answer as in the example спроси и ответь как показано в примере can you ride a bike ты умеешь кататься на велосипеде yes I can да я умею can you dance ты умеешь танцевать no I can't нет я не умею составляем предложение по примеру can you drive a car ты можешь водить машину и даем такие же ответы да или нет can you jump ты можешь прыгать can you fly a plane ты умеешь летать на самолете следующее can you run fast ты умеешь быстро бегать can you spin a ball ты умеешь крутить мяч can you play the guitar ты умеешь играть на гитаре can you dive ты умеешь плавать под водой can you balance on a ball ты умеешь держать баланс на мяче can you swim ты умеешь плавать can you ski ты умеешь кататься на лыжах can you climb a mountain ты умеешь взбираться по горе к по в п т у Продолжение следует...